всем добрый день мы сегодня с вами рисуем удаленно так сказать и я предлагаю порисовать сегодня букет цветов а именно тюльпанов и предлагаю порисовать в скетчбуках сегодня можно порисовать маркерами или карандашами можно смешивать эти две техники хотите красками можно красками то есть свобода выбора материалов и давайте приступим к композиции у нас будет довольно таки простая композиция мы находим середину листа приблизительно и чуть ниже нее намечаем небольшую вазочку она похожа на прямоугольник желательно располагать ее ровно по середине листа проверяя вот таким образом чтобы она была ровно по середине также наметим стол на котором стоит вазочка и наметим общий общий объем цветов если вы хотите много нарисовать цветов рисуйте много вот как я хотите поменьше можно поменьше пожелание так вот основа нашей композиции надеюсь хорошо видно предлагаю сделать вазочку более объемной и нарисовать у нее округлые края также она у нас будет полосатая поэтому можно заодно сразу нарисовать полоски лишние линии вазы можно убрать нарисуем полоски не обязательно одинаковые по ширине но можно одинаковые по настроению полоски тоже будут округлые и от вазочки будет падать легкая сень хорошо а теперь цветы давайте по поводу тюльпанов как их можно нарисовать я покажу на отдельном листе есть у нас есть стебель и на нем растет цветок желательно делать цветок не вот таким образом да узкое основание а более округлые представлять что это половинка круга вот эта нижняя линия и у него может быть могут быть видны какие-то лепестки могут быть не видны самый простой вариант это мы можем нарисовать таким образом какой-то такой лепесток у нас виден вот такой и вот такой до 3 лепестка два по бокам один серединке вот так это самый простой чуть посложнее но поинтереснее и более объемно можно сделать таким образом когда мы рисуем здесь овал и уже эта часть будет показывать нам внутреннюю часть цветка а вот в этом месте мы уже можем нарисовать лепестки как они идут за счет этого у нас появится глубина внутри цветочка ну конечно там уже причинки нарисовать еще что-то цветок станет более объемный вот по желанию можно так можно тогда более просто и более сложно выбирать как вам нравится можно еще нарисовать вот таким образом когда у нас один лепесток например немного сильнее распустился и мы видим задние лепестки вот таким образом можно еще так сделать выбирайте какой вам больше нравится наверно буду простой рисовать чтобы быстрее было может быть ассортизе сделала мы сейчас намечаем количество цветов например я хочу чтобы цветы были вот такого размера и мне нужно сделать нечетное количество нечетное количество я считаю у меня сейчас 4567 так нет 8 9 сюда еще 10 и тогда еще один вот сюда сделаю 11 11 цветов вот когда мы наметили цветы мы теперь намечаем стебельки вспоминаем как они изгибаются они по-разному могут располагаться намечаем стебель по центру цветка но не слишком ровным как ровная палка с изгибом желательно те которые ровно стоят до их можно ровными делать вот таким образом так хорошо помимо цветов у нас также будут еще и листья 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 мы тоже наметим чтобы букет был более объемный пушистый можно сделать листья тоже довольно таки крупным крупными показать что у нас здесь много зелени какой-то лист может изгибаться как будто это восьмерка да про перекручивается листик так это листик можно сюда опустить есть а мы рисуем крупные побольше вот таким образом все и теперь мы уже можем прорисовать наши цветочки как это сделать я уже показала поэтому я буду сюда рисовать уже готовую такую версию но таким образом можно крупные лепестки делать в цветах например 3 спереди и 3 сзади поправляю контуры такой у нас будет с вами весенний пышный букет для настроения для того чтобы расслабиться так эти лепесточки смотрят уже вниз этот цветок у нас наклонен а эти лепестки смотрят пока как было так вот в бок если не успеваете ставьте на паузу я буду делать быстро чтобы видео не было слишком долгим вот и вся наша композиция можно добавить еще какие-то элементы не знаю например там какой-то яркий желтый лимончик сюда хочется добавить да или еще что-то там апельсинчик подумайте чтобы вы хотели у меня будут лимоны пусть будут лимон они будут ярким желтым пятном вот сюда мне кажется нужно яркое пятно и цветы будут яркими я планирую делать красными вы можете делать до любые цвета любые узоры на вазочке пусть это будет вместо вашего творчества все наш наш композиция готова теперь можно чистить лист и она приступать к цветам если у вас есть вот такая интересная интересно такой инструмент под названием клячка это такая мягкий ластик он похож на пластилин его можно мять в разные стороны он выбирает в себя лишний карандаш вот например мы как бы примакиваем и он лишний карандаш и выбирает можно еще и облегчить рисунок если вы рисуете маркерами у вас будут нежные светлые оттенки то обязательно нужно почистить бумагу от лишнего карандаша особенно если вы рисовали мягким карандашом все все можно приступать давайте основной принцип как мы разукрашиваем вообще на самом деле здесь можно много чего можно если мы рисуем маркером ну например мы рисуем маркером и я взяла красный цвет и например равномерно закрашиваю один лепесток так стараемся контуры делать более ровными четкими и я хочу чтобы у меня было какое-то разделение между одним и другим лепестком немножко намечу здесь чтобы цветок был не сливались эти лепестки то что мы карандашом наметили я могу поступить следующим образом либо я делаю несколько слоев вот в этом месте маркером таким образом у меня выделяется как бы объем такой да и лепесток один от другого отделяется смотрите да видно уже разделе разделились они либо я могу взять например черную ручку или черный линнер ну например это черная ручка и аккуратно обвести черной ручкой контур тот кому как нравится можно так можно так можно например она светло-серым маркером отделить например у меня серый маркер я могу выделить этот контур вот здесь еще и серым маркером такая легкая тень будет а если мы рисуем например карандашом мы помним о том что у нас есть такая вещь как нажим на карандаш то есть если я легко нажимаю на карандаш еле-еле у меня светлый оттенок вот получается светлый оттенок если мы закрашиваем все места до лепестки если я нажимаю средним нажимом у меня получается такой средний нажим не слишком темный то есть от светлого к темному и если я нажимаю очень сильно на карандаш вот у меня получается вот такой красный нажим темный оттенок вот так можно друг от друга лепестки тоже отделить например вот таким образом и выделить например задние лепестки либо светлее их сделать либо темнее чтобы разница была между передними лепестками и дальними лепестками сзади которые находятся так это один из вариантов другой вариант есть еще интересненький такой когда мы можем сделать например покажу на этом цветке когда мы делаем вот переднюю часть цветка светлую нежную еще с маркером не буду но это и маркером и карандашом красками любым материалом можно сделать светлая часть у нас передняя а внутренняя часть например она будет другого цвета может быть оранжевого да например здесь розовый там оранжевый или розовый и желтый или розовый и красный а вот как раз вот эти части они будут светлые вот так можно еще выделить добавлю маркер вот они прекрасно сочетаются маркеры и карандаш и даже маркер на карандаш накладывается и карандаш на маркер тоже поэтому соединяйте разные материалы экспериментируйте также например можно здесь добавить что-нибудь из аппликации например взять какую-то бумагу интересную и наклеить ее на то место где у нас будет вазочка вот таким образом да можно выделить можно сделать еще один интересный вариант когда сочетание красивое сочетание цветов например у меня есть красивый тюльпан розового цвета и у тюльпана очень яркий край лепестков ярко-желтого цвета такого солнечного интересного и желтые тюльпанки например и все это будет выглядеть с розовым классно ярко сочно очень хорошее сочетание на самом деле хоть это не взаимодополнительные цвета розовые желтые но они здорово друг с другом смотрятся так надеюсь это понятно да вот так же мы экспериментируем с оттенками с любыми твои пофантазируйте какие вам нравится может быть сделать белый тюльпан и салатовую серединку да или белый и желтый вот край у тюльпанчика примените свою фантазию я знаю вы это очень любите вот таким образом это по тому что мы с вами раскрашиваем как тюльпаны то есть моя моя к вам просьба хотя бы одна вот не раскрашивайте одним просто красным цветом используйте хотя бы два например светлый оттенок и темный оттенок это как в маркерах можно найти так в карандашах или например там два цвета у тюльпана есть красный и желтый то же самое касается листиков например у нас листики салатовые можем найти в них какие-то оттенки темные какие-то светлые каждом предмете желательно выбрать показать нам несколько оттенков что я приступаю к раскрашиванию покажу небольшую часть чтобы я сделала так как у меня здесь не хочет добавить желтый цвет я начну желтого цвета я сделаю желтым края у тюльпанов а сам тюльпан сделаю розовый мне очень нравится это сочетание чем розовый я буду делать и карандашом и маркером чтобы они разные были вот такая у нас раскраска антистресс весенние жизнерадостная яркая скоро у нас будет уже лето будет тепло ждем этой потепления там хорошей погоды осталось совсем немножко времени так и зелененький зелененький рекомендую использовать теплых оттенков теплых оттенков ну например вот этот очень теплый оттенок смотрите какой травяная зеленая вот так вот до теплый оттенок также на зеленым можно наслоить немножко темных таких ну например черный даже смотрите вот у меня есть к зеленый листик я хочу его выделить чтобы он был насыщенный и я сверху зеленого черным карандашом добавляю еще какой-то легкий такой вот свой вот у меня получается достаточно насыщенный оттенок вот как я и говорила два оттенка в листиках светлый и темный то же самое кстати касается цветов мы можем в цветах внутри выделить какую-то часть сделать ее более темную например внутренняя часть цветка туда попадает меньше света и мы как раз можем там добавить там красный сделать переход от розового красному будет здорово если закрасили случайно вот эти вот места где у нас тычинки и пестики то там можно просто будет потом белой ручкой гелевый или белой краской пройтись я показала основу пока занимаемся цветами потом сделаем фон фон я рекомендую делать светлым каким-то ярко бирюзовым салатовым голубым вот ваши любимые оттенки смотрите например вот такой правда очень красивое сочетание вот такой голубой очень красиво и он сочетается с листиками и с цветами сочетается он получается светлее чем листики что насчет вазы вазу я бы сделала с полосками черного цвета мне кажется такая это будет графичная вазочка и ей очень пойдет именно этот это расцветка все 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 будет ярким вазочка такая классический черный белый они будут хорошо контрастировать цветы ваза можно горошек можно еще как-то придумайте какой вам нравится узор как маркеры шуршат я пока поставлю на паузу и в конце покажу готовую версию надеюсь у вас все получится я уверена в этом задание легкое интересное яркое висение творите с удовольствием кстати вот как выделить тюльпан вот у меня весь цвет красный я беру серый маркер и немного утемняю отделяю передние лепестки от задних и вот так получается у нас выделение таким образом можно еще черной ручкой обвести но мне кажется и так довольно хорошо видно можно сделать плавный переход если это красками смотрите какой объем сразу появляются пользуйтесь вот когда тюльпаны будут полностью прорисованы можно приступать к стебелькам стебельки нужно сделать немного светлее чем листик а уже потом рисовать листик и желательно вот эту внутреннюю часть между тюльпанами тоже заштриховать не оставляя цвета фона вот именно здесь вот самым самом центре в серединке там будет много листьев и они он остается такой невин невидимым непрозрачный да так большой много зелени поэтому мы здесь добавляем немного больше темного тем самым выделяя стебельки где-то можно стебельки заштриховать чуть-чуть темней а где-то наоборот светлее вот черный добавляю потому что здесь у нас теневая такая часть там много листьев и они в тени вот таким образом сначала зеленый потом сверху добавляю черный добиваясь тени вот можно выделить какой-то вот вот этот к нам ближе цветок я его выделяю светлым остальные немного штрихую черным легким тоном чтобы показать что они дальше еще небольшой совет если вы сделали темные цветы то рекомендую сделать фон светлый если наоборот у вас светлые цветы тогда делайте темный фон насыщенный яркие контрастные тогда будет нас контрасты и будет интересно выглядеть композиция также рекомендую сделать например вот фон это стола каким-то более нейтральным оттенком чтобы у нас не все было ярко и кричащие а что-то было достаточно такое сдержанное и сочеталось у меня работа закончена что я еще добавила я сделала равномерно светлый фон серым сделала стол обратите внимание на столе появились тени от фруктов от лимонов такие серенькие с немножко с голубым оттенком от вазочки тоже идет тень от лимончиков и на самой вазочки легкая тень на белых полосочках здесь немножко и здесь побольше вот такой веселый интерморт нас получился мне кажется он можно назвать его конструктором если вы захотите сделать любой другой цвет вы можете добавить сделать например белые тюльпаны на красном фоне вазочку сделать не в полосочку а в горошек вместо лимонов сделать яркие оранжевые апельсины или красные яблоки тут большой простор для вашей фантазии вот надеюсь вам понравилось я уверена у вас получились очень интересные красивые рисунки обязательно делитесь их делитесь ими со мной присылайте свои фотографии всем желаю добра и хорошего настроения до новых встреч